всем привет я ведущая канала домашняя кухня вкусно и просто валентина приглашаю вас зайти подписаться на мой канал здесь вы увидите множество интересных рецептов несложный блюд из доступных продуктов для различных праздников и на каждый день а также полезные советы для красоты и здоровья мы будем с вами путешествовать я расскажу вам много интересного подписывайтесь на мой канал всем пока-пока ребята всем привет коляныч где и на солнце выйдем сюда в тени нифига не видно приехали мы сегодня на одну интересную деревеньку хотя хрен знает интересно неинтересно старого маринга и большая шла вот так что такое лишь топали сейчас мы этого обозначу всего мы здесь не были ни разу но видно что я бы кто-то копал в тот год погода нынче ужасно ехать далеко холодно я уже замерзлись шапочку себя зимнюю надевал ехали думаю находки будут здесь в принципе красота сейчас я вам обозначу немножечко вот она за моей спиной вот так шла туда уходила 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 и приходила в общем нормально тут травы еще нету и все где я страдал срокуляции не видно на мне коля избегает камеры постоянно сейчас мы ему дадим в свою пускай снимает как обычно ну чё им коляныч скажешь честно перспективная на вид то ходить надо ходить я думаю чуть найдем чё обычно покажем найдем не найдем не покажем смотрим не переключается вот интересно в коля ночь и говорит давай говорит есть уже будем погоди ты только приехали уже жрать хочет вот она туда шла деревня и вот здесь была 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 ты коля по деревне башка идили на поле убежишь я тоже и туда удано шла там у них прудик здесь все поля красота неописуемая там он вышка стоит охотничья как она коли называется лабаз говорит лабаз это по моему ударный инструмент гитара какая-то и там у них песочек видно сосны тоже у леса садили не знаю права уже есть но не такая высокая ветерок на ничего так что смотрим если чоколе интересная бот показывай зрителям понял а у него уже сигнал мы сейчас посмотрим вон я мы тут не закапаны смотри коляныч то твои дружки были бандитские они тоже те яму не закопают ну давай так уж и гучу сейчас чайничек позолоченный достанем и в музей его коля чемпион за работой а я же вам еще рогатин не показал сейчас покажу мне пришли рогатин как я сейчас металлоискатели вожу без монтажа коля да все у тебя вообще вам сюда ушло не видишь то ли вот здесь она у тебя вот в этом месте да чуть-чуть в бок коля не чувствует катушку я такую тенденцию заметил коля если я центра не могу поймать долго значит какая-то шляпа если монета центр моментально ловится на металлоискатель проволока вот обычно если длинная она у тебя тут хрипит уже вовсю ивановскую давай пинг-понтером чё тут бутыльки немецкие позиционы стояли как гельму говорит зубы чистили по утрам ладно я пошел за металлоискателем коля пришли мне рогатины я уже в одном видео говорил но еще не показывал вот такие держатели ружей вот так я сейчас это все вожу хозяйство очень интересно удобно очень вот такие раз резиночки и они мешли два месяца из-за то что продавец с америки просрочил гарантированный срок доставки мне выслали вторые вторые уже в москве прошли таможню вторых бесплатных компенсации а этим он когда уже выслал потом эти пришли сейчас у меня будет четыре комплекта ну два комплекта 4 рогатин они такие чутки вообще здесь тоже все прорезинено классно ух что-то я заболтался пойду покопаю не знаю пока не буду раздеваться то ветерок там где разденусь только вышел от квадроцикла пошел здесь яма я не знаю как они копали вон яма вон яма тут я уже закопал за ними хожу кольца вот они видно выкопали но видать так копали по траве потому что ребята такие сигналы пропускают слонину нашел ребята украшение конская упражек гигантская в общем по одним сведениям раньше слонов здесь держали как слонов гигантские люди были и не на конях ездили а на слонах потом пришел заморозок и все умерли вот такая гигантская конина так ну начать чё копатели такие были плюшевые раз такие находки пропустили посмотрим дом походу здесь стояла или конюшня он от него фундамент камень лежит у столбики куда-то остается я посмотрим может чё и зацепим интересного первый сигнал здоровенная конина гигантская вы даже слонина и назвал о такая тут слонина я по этому стороне пойду а коляну же оон у них тут озеро вот тут за домиками были колян пошел на поле ходить колян иди здесь походим там они по ходе посадки были или усадьбы по жилому сектору сначала пройдемся вот ребята первый сигнал две копейки царь полей 1812 убитая правда все дальше снимать топоры здесь валяются гильзач какой-то гладкоствольных ружей топорики нам их не берем на фиг это тут я по мусорке и дом сейчас потихонечку пробил посмотрю если монеты но нас еще монеты не мы же чего не только за монетами ездим нас все находки интересуют а у меня находочка колечко обручал очка походу до медная женская забывай смотреть в объектив смотрю за это коленда по полям бегает говорит монету нашел а я здесь по фундаменту хожу он камень от него остался мусорка но интересно ладно него спешить успеем еще побега бедный стакан ребята бедный стакан может латунь какая штука вот у полей недалеко сейчас он туда пойдет там похожу Эх, решил вам показать, где я нахожусь. Колян там говорит, по рации стакан нашел. Здесь такое красивое место. Одно из красивейших мест, где я бывал. У нас хотя все места красивые, но здесь вот так грамотно деревня поставлена была. Вообще четко. Камера, конечно, не передаст это все, вот это величие происходящего на камеру. Но, поверьте моим словам, здесь так классно. Вообще здорово, вот все четко. Нравится мне это место. Скоро еще зазеление здесь все. Блин, тут такие ландшафты будут. Эх, не могу не поделиться с вами данной красотой. О, какая находка у меня выпала. На коже конина. Это у нас, наверное, украшение конской упряжи от сбруи. Медненькие штучки. Звучало интересно. Пока GoPro на голову не ставлю. Монетных сигналов пока интересных нету. Вот такое чудо. Берем. Конюшня здесь что ли стояла на этой стороне? Непонятно. Колян там ходит? Я пока здесь все вычесываю. Тут далеко идти надо. Потом по полям походить вот здесь. Интересно? Так, ребята, сигнальчик. И вот что я выкопал. Итак, 17870-й. Тоже сохран плохой. Вот так. Дюма у нас вон там ходит. Вон у них пик. Да, похлопано. Одни ямы. Ничего не захлопано. Похоже, в старой дороге я нашел. Это чинуют. Надо дальше лоб снимать. Опять у меня вылезла такая штучка. Нынче я уже находил. Под ваговщиной что ли. Показывал вам. Не знаю еще, опубликовал, не публиковал видео. Вот они. И там внутри сейчас будут опилки. Смотрите. Хрен еще достанешь. Скоро-то. Сейчас попробую выбить оттуда вот эту шляпу. Вон дырочка, помните? Показывал вам. И хрен знает, что-то такое. Так. Как же это все неудобно делать одной рукой. О! Опять опилки. Вот такая чашечка. Не знаю, для чего это. Кто-то говорил, что это типа на долоту, на ручку делаются. Возможно, от какого-то инструмента. Покапано здесь здорово. Железо, всякая ерунда. Вообще здорово. Тут такое ощущение, как будто тут рота солдат копало. Яму не закопало. Кто-то по осени был? По осени копал. Но находки есть. Во! Кто-то в тот год нарыл и оставил. От самовара подставочка. Бросили наверху, не взяли. Коляну отдадим. Цветмедь собирает. Горшочки. Шманшочки всякие. Ковшики. Деревня в советские времена умерла. Всякая утварь. Домашняя. Кто-то здесь. Вот прямо на дому здесь. Чугунина от печки, от плиты. Потом керамики полно. Тут надо что-то эскалаторностью сгребать. И тогда нормально будет. Мусорно. Очень мусорно. Тяжело находки вылавливать. Сигнал. И это у нас денежка. Александр Второй. Вот. Убитая. Диман свалил куда-то. И дальше искать. Какая-то лепнина попалась. Не знаю, от чего. Цветочек какой-то. Но медный. Ну, вот. Полмонеты сначала. Повыше. Похожу. И, блин. Ибо здесь, вон, у них то ли озера стояли у домов прямо. Видно, вода стоит. Вот здесь. Здесь также вот видно, что пруд был. Гусей, наверное, выгуливали. Херену знает, что тут. Колян там поверх уходит. Монеты сшибает. Здесь ничего нет. Пусорка одна. Сейчас поверху здесь похожу. О, шмудяка столько. Ложки, вилки. Я уж не снимаю. Нафиг они. Во. Всегда мне задавал вопрос. Это что такое? Это как-то видео показывал. Помните? И, оказывается, подсказала мне девушка одна там. Ссылку скинула. Это иконы вешали от икон. Подвес. Ну, сзади на доску вот эту штуку прикручивали. Целая фотка там была этих подвесов всяких. А я все думал, а чего такая штука? То там от гранаты, говорит, то от часов. А это от икон, ребята. Вот такая, знаете. Подвесик от икон. Иконы вешали. Что-то монет нету. Странно. Там еще ручей у них такой бежит. С обеих сторон стояли и дома. Туда еще не дошел. Хожу здесь. Коля, ну там все, габурю, где пятак поднял. Прочесываю потихоньку. Ну, я так местами. Ну, что-то мне пока не фартит с монетами. Всякая шляпа лезет. Ну, что еще ищем. Сигнал. Капендос. 895. Тоже весь убитый. И Маргарита что-то нихрена. Табличечка выпала. Так пишут. Барана игольчатая. Завод Ай-Алтай-Сельмаш. Номер такой-то. Бригада 3А. Ну и номер тоже. Коляныч, ну что у тебя там? Что ты нашел? Табличку. Барана игольчатая. Тут столько железа. Ой, что-то я прибавил. Столько железа здесь. Походу, ход с дворы где-то здесь стояли. Да, возможно. На поляна идти, Коля. Интересная ложечка выпала. Чайная. С клеймом. Тюмень. Или тюмен. Да, тюмень. Тюменские ложечки у нас откуда-то. Тюмень. Находка. Никуда. Еще лужа. По всей деревне то ли ручей шел посередине, то ли непонятно что. О, колясик там был замечен с металлоискателем. Поискателем. Интересно. Тут поля. Сейчас сначала по деревне по всей выходим. Еще на ту часть не ходили. Потом в поля уйду. И вон туда на пригорке уйду. Везде похожу. Еще перекусим. Тут яблони у них стоит. Деревня умерла. Так, кажется, в годах 70-х, наверное. Потому что проволока алюминиевая еще попадает. Значит, электричество было. Я уже коляночка и что съел. Не скажу. Где пицца ешь, давай. Ну что ты, Коля, есть все, кроме монет. Да. Я там всяко шбонин и собирал. И мусора. Где пицца? Где и была. Забыл, что ли, Коля? Не знаю, где она была. Я же тебе говорил, где она была. Ну-ка, вспоминай. Ну-ка, показывай. О, я такую же штуку нашел. Говорю, вон. Ты ее снял? Нет. Ты почему никогда ничего не снимаешь, Коля? Ты хочешь, чтобы на тебя подписчики обиделись? Никогда было. Ты от самовара-то возьми там шляпу. Далеко она? Далеко. Сейчас покажу. Перекусим. Так я чаек гоняю. А где он? Ты давай это только аккуратно снимай сетку. У нас же еще сухпай армейский не съеден. Твоя горелая. Нет, это не сбоку не снимай, спереди. Четыре крючка отстегивай. Сначала верхнюю решетку, потом нижнюю. Ну, какие твои впечатления? Так, что какие? Надо еще. Ты потом обратно это только привяжи, потом положим. Пойди в поля, уйдем. Ну, и в поля. О, я что-то по этой мусорке устал ходить, Коля. Сначала-то вроде ничего шло, весело. А потом что-то и поднадоело даже. Тут кто-то здорово прошелся вообще. Все, не снимаю, не надо. Накидывай на это. Куда ты делаешь-то? Вон у тебя крючки слетели, Коля. Ты как потом нацеплять-то будешь? Я не знаю твою систему. Да я же тебе сказал, впереди только оцепи, да и все. Что ты, как маленький? Все, оцепил, все дальше. Что, едет, оцепили, все, и открывай крышку-то. Она же резинка откроется. На резинках-то, все буксошно. Где у тебя логика-то? Зачем ты всюду снимаешь решетку, потом заколебьем все, натягивать. Вот и доставай там весь пакет. Я тебе пиццу там целую взял. Заказал с города, специально привезли. Почему ты ее сбоку-то достаешь на себя, ты не в судьба? Щель-то больше же. Ты, ну и Коля, такой ты, Коля, блин. Там сеть, Дима, сеть. Я тебе говорил, сними передние крючки, скинь и достанешь. Вот это чтоб все съел, понял? Это все тебе. Решнулся и вообще. Ее не знаешь, домой остальное увезешь. Я пиццу не буду есть. Ее пережарили немножко. Все грибы там совсем. Пахнет хорошо. Кого пошел, да? Водички надо. А, так дым не дай, термос мой. Что говоришь? Что ты меня все оставить-то хочешь? Ах, ты поищи, а я что-то устал, пойду, дому полежу, потом за тобой приеду. Оставлю, пожалуй, тебе. Ну где ты там? Не видно тебя в камеру-то? Да. Здесь я здесь. Что ты воду будешь хлебать? А вот тебе это зеркало лучше видно. Коля-Вятский водохлеб. Да они водохлеби. А че? Руки на помните. Я класс забыл. Хотел бросить. А забыл. О, колясик. Здесь такая природа классная. Как-то люди жили здесь, да? Веками. Что там за кучи? Дома что ли туда сдернули? Жили. Денег нет. Денег нет вообще, ну. Парадокс. И показывать-то особо нечего. Я даже уж потом ложки там, вилки не снимал. Накрен они нужны. Парадокс. Мегадокс. Че ты? Ну как? Пицца. Давай продай. Это девчонки наши испекли. На канале-то, которые работают. Че ты куда спрятался? Да че ты меня снимаешь, что ли? А че тебя не снимать-то? Коля там опять водочку хватит. Стаканчик медный выпал. Коляну нас изменить отдадим. Странно, монет нету. Съездил туда вверх. Там где сосенки. Там какой-то вообще гравий или фиг знает. Шлак какой-то белый. Не песочек. Думаю, вернусь. А, на коляну. Загоним. Опять сигнал. Че это такое? Одна котейка. Два четвертый год, наверное. Ага. Колодец стоит. О, какая. Шлепнуться оттуда. А рядом камешек какой-то с колодцем. Секретный. О, с дырочкой. Смотрите, какой камень интересный. Что-то было. А там петля вон. Я нашел. От двери. Колян там денежку поднял. О, какие петли. Кованые. Здорово. Чермет мы сегодня не собираем. Думаю, дай копну. Пусть валяется. Ручей интересный шел там. Там тоже озеро. Коляноч там монеты подбирает. Я их всякую херню копаю. Нашел деталь от немецкого танка. ПА 572. И что-то тут еще вот есть. Еле видно. Чермет, но не берем. Круглый из-за этого цветнину начал бить. Зараза. Так, проклятие нам не какое-то. Не идет на меня сегодня монеты. Ума не приложу. Что такое? Надо чайку сходить попить. Васинник тут зашел. И здесь копаю. Сейчас еще здесь похожу. Артефакт у меня, ребята. Самоварный вылез. Ходил, ходил. Вот такая красота. От самовара. Винтель. Я думаю, их штук 4, наверное, 5 лежит. От всяких разных. О! Кто коллекцию не хватает. У меня вот был самоварный. Без одного из такой штучки. Иногда их очень ищет и покупают. Хорошо ценятся. Так что, если найдете, стоят денег. Имейте в виду. Какая красота. О! Что-то у меня проклятие на монеты. Второй выезд я не могу монету найти. Безобразие. Ищем дальше. Черемуха. Свистить сейчас начнет. И холода придут. Но у нас так не жарко уже сегодня. И вновь сигнал. И вновь монета. 20 копеек 36. Си-си-си-си-си. Такие дела. Монетоз вылез. Черемухи. Совдепный походу. О! 20 копеек щитовики. Сейчас почищу. И покажу. 20 копеек нового образца. Еще 31-й старого образца. Год 1931. Медно-никелевый сплав. Масса 3,6 грамма. Диаметр будет 21,8 миллиметра. Горд-ребристы. Базовая цена. 100 рублей. И выше. Берем. Берем. Интересная пуговица. Забайкальская, что ли, написано. Что-то написано. Щит, герб. Ушко осталось. Зацепился тут за одно место. Мусорка. Ужас. Херни, он там 20 копеек нашел. Дом тут две ямы стоят. Ну и мусорка. Колян там поля чешет. А я тут в мусорке копаюсь. Под вечер находки поперли. А находок-то много здесь. Только не те, которые надо. Вот тут две усадьбы стоят. Сейчас по ним пробью. Находочка. О! Капендос. Копейка. Даже чистить неохота. Вот какая. Мерзкая копеечка. Не знаю, какой год. Даже смотреть не буду. Но видно, что копейка. Написано копейка. Герб прослеживается. Находка ни о чем. Эх! Так, для галочки. Да, Коля? Копейка чешпанская. Для галочки. Пускай будет. Колян пришел меня тут обуривать. Ты не сюда заходи-то. Вон сюда за кусты. Здесь находки-то. Хотя и здесь тоже они садили. О, красота такая под вечер. Камера не передает, наверное, величия происходящего. Сколько? Уже полпятого. Скоро собираться будем. Опять сигнал, опять деньга. Что ты там опять в упор-то лупишь, Коля? Три копейки, чтобы видно было. Зачем ты так-то делаешь? Нормально. А? Коля? Все видно. Так он весь экран будет. Не надо так больше-то. Вот так делай, да и всю кобышу. Это тебе плохо видно, видишь? Ой, это тебе плохо. Там наш телевизор, она весь телевизор. Там, знаешь, телевизор. Димон ругается, неправильно снимаю. Какая крышечка интересная выпала. Дай вам покажу. От чайника, наверное. От старого. Сверху почти лежала. Все круглые объекты на металлоискателе все равно бьют цветнину из-за этого. Если горшок... Где-то там видео есть у меня. Не знаю, показывал, не показывал еще. Если горшок даже чугунный или какой-нибудь там с деньгами, все равно он будет в цветнину бить. Если вы не ленивы, то будете копать. И мимо не пройдете. Здесь все дома стояли, дома. А вот там, где сосенки, там уже деревня кончалась и они начинали садить. Поля идут. Вот так. Тишина, спокойствие. Рядом топорик выпал. Топор вообще хороший. Можно почистить его и работать. Но я не беру их. Нафиг они? Хотя можно его почистить. Все. Насадить. И будет шикарный топор. Но у меня их сто штук, думаю, есть. От самовара, запчасть. Такой чайник ставится. Крышка закрывается. Трубу закрывается. Медь. Или бронза. Коляну возьмем. Он там уже что-то делает. Так, что он там? Что-то шкарит. Устал, бедолага. Чего, домой поедем? Не знаю, можно еще маленько-то. Ой, сломался объектив. Давай, я тут поляну-то эту добью. О, гигантский гвоздодер, ребята. Вот это он такой. Здоровый, кованый. Коли говорит, домой возьму. Большой. Это такие тут. Так, а чем почистим? Да. Такие тут гвозди вытаскивали им. Кованые. О, Колян идет. Я, Колян, тебе его оставил. Он гигантский. Куда тебе такой? Надо его что-то завернуть, чтобы он у меня ничего не замарал. Да, посмотрим по нему, брэ. Что не будем-то нормальный? Дом можно ремонтировать. Что, что на песочек заем? Наверное. Тут, в общем, ходить надо очень медленно. Да. Тут такая мусорка. Вон, поднимай его. О, вон он. О, ты посмотри, какой он. Нет, это что, я не знаю, что им брать. Что гвозди? Что? Гигантский гвозди, гигантский гвоздодер. Ты можешь брать? Нет. Это вообще хи-хи. Что же гвозди брать? Дядя Меди набрал. На. Сейчас еще дамы. На. А что ты решил что-то? Это дюра. Какая дюра? На. Желтая, что я? С лопатой царапой, не видишь что ли? Это ложка. Нафиг она нужна? Или давай, потом покажем в конце, сколько я ложек насобирал. Я некоторые брал, некоторые не брал. Я вообще не брал. А что? Нет, это дюралина. Шмудюка. Какой дюралина? Это тоже медь, по-моему. Лопатой вон тюкни. Да, сейчас запомнили. Сейчас на песочек заедем. Там еще самовар надо забрать, Коля. Подставка от самовара на 5 килограмм весит. Меди. Все на сегодня. Покажем, в чем мы нашли. Шмудяк-то Коля от всего не достал. Это у меня в сумке было. Ложечки, шможечки. Чайных ложек, тебе Коля домой надо. Таблички. Валидольчики. Вот такой. Я знаю, сколько колец сегодня накопал. Миллион колец железных кованых. Не заколебали. Непонятная штука. Канина. Еще канина. О, пуговка у нас. Солнце на ни с той стороны. Забайкальская пуговка. Это, по-моему, университет был забайкальский. Олень он здесь. Забайкальский. Штучки, шмучки мы тут с Коля и подняли. Мы уж все вместе, чтобы не позориться. У меня меньше, потому что насобирал. Колян тут опять империй надергал. А я там пробегал сегодня. Думаю, сейчас зацеплюсь за место. Хер, не зацепился. В конце тукоколя я вон тут зашел. В место, где деньги-то поднял и пуговицы. В общем, херня сегодня, да? Не понравилась мне, хотя деревня старая. Вообще старая. Но так, как жили в 70-х годах, еще все деньги под землей затоптаны по ходу. Да, Коля? Наверное. Ну что, друзья мои, как Колян сегодня экспедиция? Плохо. Да, ну мы в этой деревне не было. Это у нас экспедиция, опять же, с разведкой. Потому что у нас еще 5 деревень, где мы с Коляном не были. И надо успеть за этот месяц объехать. Ибо травой уже много. На следующей неделе вот там поедем в ту сторону. Там еще 5 деревень у нас спрятано. Мы там ни разу не было. Так что не обессудьте, что находок нету. В принципе, мы бы могли ездить, конечно, уже проверенной деревней, где у нас всегда находки прут. Но это успеем мы. Мы потому что ездим сейчас по лесным деревням, где уже все заброшено. И никто не косит. Из-за этого пустые иногда приезжаем вообще. Ну сегодня вот Колян нормально поднял. Я какой-то шмудяки. Но я пробегал опять. Я сейчас думал, где-нибудь зацеплюсь. Деревина-то большая. А Колян тут плодотворненько вычесывал, вычесывал. Ну ладно. Так что в комментариях не годится, что находок мало. Дело-то ведь не в находках, а в самом. Как оно? Не в рыбе, да? Как в рыбалке. В процессе. В процессе, да, поисков. Посмотрите, мы в какой красоте, ребят. И вам это показываем. А находки, что они? Находки, это уже второстепенно. Хотя находок-то много. Я еще много не снимал. Не знаю. Интересно вам будет. Не интересно всякие там чайнички. Херманнички, да? Ручки там от дверей. Я не знаю. Показывать, не показывать я мы там. Может и не стоит. Давай за самоваром есть. О, так мы сейчас... А, да, вообще-то ты пока кури. Я сейчас один сгоняю. Самовар там. Ножку самовара заберем 5-килограммовыми. И все. Спасибо, кто смотрел. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте грозные лайки. Пишите комментарии. А мы продолжаем снимать. И будем радовать вас новыми видимыми. И рыбалочкой. Но рыбалке все, руки не доходят. У нас еще май. Лето впереди. Все, успеем. Пока. Пока всем.